Всем привет! Сегодня у нас какое? 8 января и мы находимся на пляже Ставрополя или кукуруза, как его называют. В общем, пляж на Мамайке. И следующий пляж там будет Санта-Барбара, а дальше уже резиденция президента России. Такая вот погодка. Видите, как я одет? Вот тут, наверное, 17. Владик, как всегда, тачит свой смок. Люди в новогодних шапочках сидят с собачками. Ты не устанешь катить? Надо было по верху тебе идти. Красиво. Вон, смотри, там плиты. Вот нам надо через эти плиты как-то перейти. Короче, здесь нельзя было раньше пройти на пляж Санта-Барбара с остальных пляжей. Мамайки. Ну, со стороны русалочки, ласточки. А сейчас мы проберемся. Только единственный момент. Надо вот здесь спрыгнуть. Ну, в принципе, здесь... Вон там можно спрыгнуть. Эти штуки раньше были, скорее всего, аэрарии, либо по ним лодки спускали. С советских времен эти бетонные конструкции остались. Так. Вот, прыгать. Давай, самокат. Конечно, это строили еще в советское время. Бетон еще не разрушился. По ним, вероятно, спускали на ветру какие-то плавательные средства, шлюпки, лодки. Так, а мы должны пройти вот здесь. И вот этот пляж, он перегорожен. Последний крайний пляж Санта-Барбара. Отделен от остальных пляжей Мамайки. Видите, как мы идем? Ну, сейчас попробуем пройти. То есть, чтоб меньше народу туда проникало, уже на самый крайний пляж. Куда и поверх вот так как бы нелегко добраться до того пляжа Санта-Барбара, да? Зачем мы туда идем, если вода можно? Где? Ну, а тут бывала вода такая. Здесь вот где мы идем, обычно вода через вот ту щель пролазит. Сейчас я щель покажу. Тут лестница куда-то на железную дорогу уйдет. Вот здесь щель. И эта плита вообще стояла ровно. Это ее, видать, подкосило, потому что подмыло, и она вот так наклонилась. Короче, вот такие у нас пляжи, да, какие-то постапокалистические, да, как после апокалипсиса. И пляжи, как будто война была, да? Такая разруха. Смотрите, куски бетона. А, и вот там, смотрите, даже колючая проволока. То есть, чтобы пройти туда наверх, вот тут все огорожено. Тут какая-то стоит, не знаю, тут типа охрана ПСО или что-то такое. Какой-то объект, который весь огорожен. Вот здесь как там пролезть? Смотри. Мастер деда. Мастер деда. Давай, бери камеру. Я тебе руку подам. Давай, давай, давай. Не бойся. Ни фига себе ты, акробат. Смотрите, а вода чистая, смотрите, какая классная вода. Как вам наше мини-путешествие по Дибрям Сочи, да? Я не знаю, как вообще назовут. Как вы назовете такие пляжи? Напишите в комментариях. А, вода долетает. Иди. Тут какие-то, видите, арматурины, эти, двутавры, балки железные, швеллера. Короче, все сделано так, чтобы сюда народ не приходил. А вот там стена, я не знаю, будет через эту... Давай. Давай. Есть какие-то препятствия в виде трудно забраться там. Ну вот сейчас попробуем. Вот наша цель, пляж вот перед нами находится. Нам, по идее, надо на него спуститься. Как мы это сделаем, я не знаю. И смотрите, какие пики, чтобы никто ни в коем случае не залез. Хотя половина железок уже проржавела, но пики какие сделаны. Здесь что-то связано с охраной президента. Слушай, мы спрыгнем здесь, нет? Опа. Офигеть. Ну я спрыгну, а ты? Ну прыгай ты первый. Я спрыгну, давай, а ты на меня. Окей. А самокат тут оставишь? Самокат скинем. Самокат ты мне подашь? Ну давай, я камни обожаю. Ну да и чайки, чайки сидят такие. Ты что, запускай сидят? Ты хочешь выгнать? Да. Вот такое путешествие. И у нас мама вот там. И теперь, чтобы нам на этот пляж попасть, нам надо целый круг огромный сделать. Уйти туда, подняться наверх, там где жилой сектор. Короче, там такую петлю, ну километра два с половиной точно пройти. Ну что, давай ты снимай, я буду прыгать. Давай. Давай, мам! Держи, держи, ий. Не стоя. Давай. Папа первый. Оком тут высоко. Ты что не снимал, как я смотрю? Смотри, я его хожу. Ты не ожидал что, как я смотрю. Давай самокат. Ай. Ладно. У нас будет просто супер путешествие. Ты ее снимать? Так. Камеру поставлю, чтобы нас снимало, я еще удивлен, что нам еще никто не подошел и не сказали, что вы тут делаете, здесь снимать запрещено, удалите запись с вашей камеры, потому что это обычно так и бывает. Вот такие пляжи, причем это обычные доступные пляжи для всех сочинцев, вот такие, то есть это не какие-то не дикие пляжи, это пляжи в центральном районе, можно сказать, в центре города, вот через сколько там, метров через 500 или меньше, через 400 начинается резиденция Бочаров-Ручей, пляж называется Санта-Барбара, куда мы пришли, он в принципе относится к Мамайке, это крайний пляж на Мамайке, ну а дальше там начинается район уже Новый Сочи, в сторону центра, то есть тут уже осталось 2,5 километра до морского порта, до самого центра, здесь вот песочек нам было, вот здесь находится та организация, которую мы проходили, какая-то ФСУ или ФСБ, что там, непонятно, ну короче там в военной форме дежурит, границы написано, санатория Салют, хер пойми что, в общем, какой-то режимный объект, но ничего не указано, мы-то не знаем, что там такое, для простого гражданина там ничего не написано, пляжи все огорожены, пройти невозможно, но выглядит ужасно, если честно сказать, то ничего хорошего, вот сейчас к Ирине подойдем, она что-то там уже позвонила мне только что и сказала, что это какой-то трэш, здесь мне не нравится, пляж из говна и балок, такая разруха, такая разруха здесь, конечно, никакого комфорта, ну я не скажу, что у нас на Мамайке прям лучше пляжи, я не скажу, что у нас на Мамайке лучше пляж, ты хорошо выглядишь, что ли? Говнопляж какой-то. Ирина дала название Санта-Барбарю, говнопляж. Вонючий, я сидела там, канализации воняет, трындец. А потому что здесь такая ложбина получается, там же Мамайский лесопарк и он находится в низине, и со всех сторон стоят высокоэтажки, с той стороны и с той. И в эту низину стекает ручей, ну и соответственно, в ручей что стекает? Так как построили много многоквартирных домов, канализации-то под них не провели, новые, хорошие, то есть все это в старую трубу какую-то стекает, а эта старая труба давно уже имеет какие-то свои утечки, это все, ну и идешь по пляжу, порой всегда чувствуется завтра. Вот, а у нас на Мамайке, там на Русалочке, в речке тоже самое запах, а запах канализации. Мы сейчас речку перепрыгивали, там воняет канализация. Тип, по сравнению с этим всем, там вообще идеальный пляж. Там кафешечка, там музыка, там люди сидят, там все ножом. Зато у тебя море впечатлений, ты пришла на новое место. Море красивое. Море красивое, чистое. А знаешь, почему? Потому что там фильтры стоят, и для президента море чистят. А, да? Да я шучу. Просто один день такой. Вот администрация, ой, администрация президента. Короче, вот за этим какой-то новый причал строят, не знаю, кафе здесь или что будет. Вот видите, там отель Сочи Beach Hotel. И здесь, наверное, будет, ну, я не знаю, станция, может, для лодок или... Хрен его знает, что это что-то обновляют. Да, знаешь, ну дело... Вот дальше, получается, все, там территория огорожена. Поставили сетку, на следующий пляж он как нейтральный, там никого нету. Там, может быть, к какому-то санаторию относятся. И вот уже дальше стоят там всякие приблуды. Радар, территория огорожена, и все, там начинается, в общем, администрация президента. Такое ощущение, как будто война прошла, и здесь бомбили, все старое. Ну да, просто апокалипсис. Блин, злая, и все такое, видишь, как будто фильм ужас. Слушай, ну это относится к практически многим пляжам Сочи, кроме центрального. В центральном пляже поменьше на центральном пляже. На ривьере красиво. А в остальном, ну, в Сочи... Даже русалочка красивая, по сравнению с этим пляжем. Ну, и, наверное, в Дагомесе приятный пляж, и еще где, в Олимпийском парке, вот где мы были в прошлом видео. А, Силыч, куда бы вы ни приехали в Сочи, в основном такие вот пляжи. На красной шкуре тоже там в комплекте. Там, где елинги стоят, там тоже бетонные плиты. Дело, смотри, вот хорошо, шторма, намыла гальку. Вообще, оно же и летом, как намыла, так и валяется. Мне не нравится вообще. Может, есть с чем сравнить? Лучше, что там на центральном пляже с грязной водой, но в Компорте. Ну, на центральном пляже, да, свои плюсы. Там грязная вода, но там вся инфраструктура красива. Цветы, лавочки, растительность всякие, всяческие развлечения. Так, наверху стройка, а здесь вот рыбачат. Сейчас пойдем снимем. Здесь интересно, когда штурм, такие волны здесь плюкаются. Очень красиво. Все. Вот это крайний пляж, я не знаю, к чему он относится, к какому-то санаторию, наверное, тоже видно. А дальше, прямо по курсу, видите, стены начинаются. За этими стенами тоже какая-то нейтральная территория. И вот там дальше, а может быть, сразу даже начинается усадьба. Глубокий такой цвет, темно-зеленый. Красивый цвет, правда, тут мусор плавает. Вот такие кульки, арматура торчит. Наверное, оставили, чтобы если кто-то в воду упадет, что-то по арматуре хотя бы можно было выбраться. А здесь, чтобы запнуться и упасть. Ну, вода классного цвета, приятная. Вот если просто на воду смотреть, то прям здорово. Ну и вот впереди. Сейчас на телефон сниму, там уже видно морской порт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на то, что люди так тепло одеты, на самом деле достаточно тепло. Ну, вот видите, как я одет. То есть у меня футболка и кофта, и мне еще при этом даже вот после прогулки я испытываю, как у меня жарко даже. Поэтому, блин, так красиво. Посмотрите за моей спиной. Несмотря на то, что... Так, еще бы на сверху не упало, там ремонт идет. Но цвет моря, конечно, очень красивый. Я думаю, что не только такое море черное красивое. На всех морях так красиво. Так что я всем вам, друзья, желаю иметь возможность чаще бывать на море, либо иметь свой дом у моря. Ставьте цели, добивайтесь. Идите к своей цели. Поэтому, кто хочет, обязательно переедет на море. Несмотря на то, что здесь высокие цены, там, ну, от 150 тысяч рублей за квадратный метр и выше, все-таки где-то в отдаленных поселках, ну, там, в том же Учдере купить участок земли сотка будет стоить 200-300 тысяч рублей, там, 5 соток за полтора миллиона, и построить свой дом, вложиться там, ну, хотя бы по-простой. Поэтому, если есть цель, всегда можно к ней прийти, да? Вот, и смотрим, нужен ли вам просто этот дом у моря, нужна ли вам такая теплая зима. Ведь не каждый хочет зимой видеть вот такую погоду, может быть, дожди, влажность. Ну, этот год, конечно, исключение. В этом году, Владик, у нас костер разжигает. В этом году погода просто на удивление кайфовая. И плюс 17, да, 8 января, это просто шикарно. Плюс 17, плюс 18. Сейчас просто солнышка нету, завтра обещают солнышко. Так, больше туалетную бумагу, пожалуйста, не собирай. Нафиг ты кто-то здесь ночью сходил в туалет и выкинул туалетную бумагу, и ты пришел эту бумагу, нарвал руками и решил разжечь костер. Во-первых, у тебя палки слишком толстые, так не разжигают. Такие палки от этих кусочков бумаги не загорятся. Надо очень-очень много мелких палочек вот такого размера. И тогда ты сможешь разжечь с одной спички. Пойдем чай кормить, да, друзья? Владик, будешь кормить чай? Я поснимаю, как ты это будешь делать. Я одну педагогу загорю. Хорошо, договорились. Тут прям как блиндажи военные. Правда, это все подступы. Чем ближе к резиденции, тем все страшнее выглядит. Хотя должно быть, мне кажется, все наоборот идеально. Ириночка, ну что, дашь мне хлебушек? Я пойду с Владиком покормлю чай. Ты меня сюда привел? Да. Я тебе накажу, я тебе хлеба не дам. Здесь еще при подъезде на этот пляж стоит кирпич, знак. Знаете, как стоит? Он в кустах стоит, я сейчас покажу. Так, вот здесь вот вход в пляж выглядит очень прилично, так, приятно. Конечно, как всегда, атрибут железной дороги возле пляжа Сочи. Повесили какой-то красный там светофор. Это въезд на какой-то видовственный санаторий. Здесь перед этим пляжем Санта-Барбара очень любят стоять гаишники. Раньше их здесь не было. А почему они здесь любят стоять, сейчас я вам покажу. Интересная тема. Ну, это, наверное, свойственно всей России. И в Сочи тоже, в частности, в некоторых местах так очень часто делают. Знака раньше здесь не было. Он появился, ну, не знаю, я вот его увидел в этом году. Мы чем дальше отходим, тем этот знак уже не видно. И его не видно. То есть ты сидишь в машине, конечно, когда близко подъезжаешь уже, вот там, за 5 метров, но есть же какие-то технические условия, там, или ГОСТы, по которым ставят знаки, да? И тут внезапно открывается знак. А гаишники обычно стоят здесь. И когда ты едешь, ты бывает, порой не успеваешь затормозить, проезжаешь уже на полкорпуса вперед, и все, и тебя тут, хоп, бравые ребята ждут. Я машину, конечно, поставил, в прошлый раз успел остановиться, заранее поставил машину, подхожу к ним. А я говорю, вы же специально здесь так стоите, чтобы карать, так сказать, нарушителей, поставили так хитрый знак, который не видно. Может быть, его там по ГОСТу и как бы с какой-то стороны дороги он просматривается там с определенного расстояния. Я не помню, какое там количество метров. Но сам факт, что он так хитро стоит, что если ты, допустим, будешь сидеть, ну, как-то на дороге на этой будешь более вправо ехать, потому что левый ряд навстречу едет, то ты его не замечешь. Подлавливают в таких местах, знаки ставят, ну, либо там, знаете, пальма растет, знак не видно, и они там уже тут как тут ждут, когда ты там проедешь и нарушишь. То есть занимаются не предотвращением и профилактикой ДТП, а именно поиском и наказанием. Ну что, даешь там хлебушка? Ира говорит, я говорю, а ты зачем такую булку купила, взяла бы подешевле. Она говорит, да, ну, все по одной цене было. Владик, а ты будешь булку есть? Ну, если она прям молоком пахнет, то, конечно, хотелось бы. Да, ну, конечно. А у тебя молока нет с собой случайно? Она очень. Молока случайно нет с собой? А, есть, у тебя же есть свое молоко. Слушай, сейчас мы булку с твоим молоком. Возвращенца, держи. Ну что, классно, молочный батон с молочком, да? Короче, сегодня мы дома поругались перед тем, как на море идти. И поэтому мы сегодня на море пошли пешком, а мама у нас поехала на машине. Я их наказала. Она нас наказала, да? А папу я наоборот... А меня за что? А, папа наоборот получил премию, да, прогулку пешком. Да, а Владик наказанный. Шкот, понюхай. Ты что, чайка, что ли? Я руки игре чистые. Ребята, вам до чая, наверное, не хватит этого батона. Пошли чай, Калина. Ну как, булочка? Кто-то булочку не хотел есть? О, вот пошло-пошло. Ну так прикольно, необычно песок, смотрите. Ну вообще, шикардос. Сочи вообще редко увидишь на пляже песок. Вот на мыло песок. Знаете, когда плаваешь в воде, первые, короче, метров 10 проплываешь камни. Может даже меньше, метров 7. А дальше песок начинается. Ну метров 10, да. Камни, а потом песок. Мы сегодня с вами покормим чаек. Вам хорошего настроения передаю. Такой морской, теплой погоды, нинварской. Визуально покайфуйте с нами. Маленькими кусочками, Владимир. Отойди назад, а то мокрый будешь. А дашь мне кусочек, я тоже кину. Смотри, как они кричат. Вверх, вверх кидай, смотри. Владик параллельно улепетывает, сам ест батон. Блин, сейчас вообще тепло стало, как будто все 20 градусов. Папа, на лету, домой вам? Нет. Надо, чтобы не набрали мне на голову. И мне я оставил. Оставай. Ага, кошку одну. Все, передала сапету Владику. Но, блин, булка реально вкусная. Вот сейчас мы ее с молоком. Я помню, мы в Испании, когда приехали в Валенцию, пошли купили молока. Блин, молоко вкуснющее, такое же вкусное, как и в Турции. То есть, когда мы приехали жить в Краснодарский край, в частности, в Сочи, нам здесь казались продукты намного вкуснее, чем там, где мы жили. Но, когда мы приехали в Испанию и попробовали испанское молоко, не пишите, что там пальмовое масло. Нормальное, настоящее молоко. Там есть дешевое молоко. Мы брали нормальное пасту по обычной цене, но есть дешевле. На море пришли в Валенсии, на Средиземном море. Обалденно, я помню. И в Турции, и в Турции такое же вкусное молоко, и такой же вкусный Айран. Айрана вообще даже близко нету, похожего у нас здесь в Сочи. Так что продукты действительно у нас отстают. Давай вместе кем. А что улетели? Смотри, что-то произошло, и они залпом все улетели. Смотрите, их как будто их вожак. Такое впечатление, что их кто-то позвал или что. Они разом улетели, ты видел? Странно, что-то прям такое произошло, и они все... Может быть там рыба какая-то, и кто-то из их них сообщил, что там рыба. И они туда же метнулись и обратно. Ну прям так организованно все взяли, взлетели и улетели, да? Половину туда улетел. А, можно залететь? Вот, полетели обратно. Причем они слетали вот туда вот, в то место, и прилетели обратно. Обычно, знаете, дельфины подплывают, начинают дельфины, короче, выпрыгивать из воды. И сразу же в том месте собираются чайки. То есть дельфины начинают гонять какую-то рыбу. Чайки сверху это видят. И сразу туда подлетают, потому что мелкая рыба от дельфинов начинает выпрыгивать из воды. Не все хотите? Не! Ну они такие красивее, чем голуби, да? Такие приятные. И размер у них не такой, как на Тихом океане у чая. У бакланов здоровых, да? Такие аккуратненькие, маленькие чайки. И они не напрягаются, кстати, своим криком. Вот в Стамбуле бакланы, там огромные чайки. Вот они постоянно орут, на крышах домов живут. Ой, там такое от этих чаек, крики, постоянно крики от этих чаек. В Сочи такой, как бы такой напряженки нет. То есть они, чайки есть, но они все здесь, как бы на пляже. К домам они особо не подлетают. На помойках их тоже не видно. Ну а вот с этой стороны, сейчас я чуть-чуть увеличу вам, покажу. Вот как раз склон горы. И вот смотрите, когда вот так гора закрывает, к примеру, да, с той стороны получается у нас трасса идет, Батумское шоссе идет в Дагомыс. Причем Дагомыс отсюда видно. Сейчас я вам покажу, где Дагомыс находится. Впереди есть, вот сейчас по центру экрана, если видите, желтая такая башня. Это как раз лифт из санатория Дагомыс. Телефон у меня, конечно, что-то... Хоть у меня и S20+, Samsung, который в рекламе показывают, что он там увеличивает без проблем, да, с большого расстояния. Но вот смотрите, сейчас у меня без увеличения, сейчас десятикратное увеличение. И вот это башня в Дагомысе желтая. То есть, соответственно, там Дагомыс находится. У Дагомыса там, получается, ложбина. И тоже иногда там воздух такой прохладный, сбор приходит. Но в целом, те, кто живут на склонах, Вот смотрите, а на склоне очень много домов. И мамайка на склоне. Получается, вот здесь вот кто живет, кто защищен горой сверху. Здесь свой микроклимат, и всегда здесь теплее. Бывает порой на 5 и даже больше градусов теплее, чем в том же Адлере в Амеретинской низменности. Или где-то там выше в горах. То есть температура... Вот здесь мы стоим сейчас почти там 18-19 градусов, да, несмотря на то, что солнца нету. Ну, 18 нам точно есть. Это вот туда, если в горы уехать, в Дагомыс, например, в сторону... Ну, там же все равно поднимаешься, да, от моря. Там уровень относительно моря он выше становится. И там холодный воздух сразу начинается. Температура может быть там 12 градусов, а здесь на море 18. То есть те, кто живут рядом с морем, люди имеют свое жилье у них, и здесь всегда тепло. И еще замечу такой момент. Вот откуда идет течение. Если бы я снимал сейчас с квадрокоптера, а в прошлом видео видно, как с квадрокоптера, когда были съемки вставлены в прошлом видео с Амеретинской низменности. Смотрите, вот они тоже все вместе собрались и полетели на разведку. Вот туда вот, куда-то в то место они летают. Раз, посмотрели, там рыба есть, нету. И сейчас они все вместе организованно вернутся, да? Вот какие эти умные птицы, да? И несмотря на то, что здесь их кормят, им не надо тут утруждаться, но они туда на разведку улетают. То есть они раз, полетели, посмотрели, рыбы нету, ага, можно вернуться. И все вместе, никто из них не остался. Да, какие чайки? И я хотел сказать про течение. Вот сейчас по направлению волны видно, что волны идут вот оттуда, с юга. То есть там у нас юг. Там у нас Грузия получается, потом Турция начинается, где-то вот в той стороне Трапзон. Стамбул у нас получается, если мы стоим из центра Сочи, смотрим пермендегулярно море, вот, грубо говоря, как волнорез. Стамбул у нас в той стороне, Крым у нас вообще вот там вот. Можно сказать, в направлении, вот там у нас Дагомыс, Туапсе, да, Крым у нас вот там вот. Смотрю на картинку, и вот почему-то эта камера передает такой вот тот цвет естественной моря, какой он и есть. Он такой глубокий аквамарин, да, или как вот правильно сказать, бирюзовый или аквамарин. Как вот, мне кажется, что это такой цвет аквамарин. И он такой глубокий, сверху он такой прозрачный, А чем глубже он такой, ну вот как глаза бывают, И вот море такое же насыщенное. Я замечу, что цвет моря не всегда такой. Вот, например, в прошлом видео вы видели в Америкинке, Вода была мутновато, грязная. Вот, здесь просто море очищается. Хотя вот были небольшие дожди, Но, видимо, они не дали такой вот, такой осадок. Средь не вышел, вот эта глина не вышла. Но когда идут ливни, когда идут сильные дожди, Вот, знаете, какая тут вода? Когда встречается чистая вода и грязная вода. В море. Они по плотности различаются. И поэтому прям как будто линию провели. И слой такой грязной, глинистой воды, Он прям встречается с соленой. И вот они вот так вот, как линия в море. Не могут смешаться длительное время. Потрясающий вид, если смотреть с высоты. Будем завершать наше видео, Потому что длинные видео ужасно долго делать. Я, конечно, не грамотно все делаю. Допускаю много там различных ошибок. Но с каждым видео, может быть, Чуть-чуть качество лучше становится. Стараюсь делать, чтобы и вам было приятно. И я сам получал от этого удовольствие При повторном просмотре, когда уже Видео завершено. Поэтому длинные видео тяжело делать. А на сегодня, наверное, все. Спасибо за ваши теплые комментарии. Мы все комментарии читаем. И очень рады, что вам нравится Заходить к нам на огонек, так сказать. Все. Всем пока. Владька, скажи. Пока. Пока. Увидимся в следующих видео. Вот мы идем с моря. И тут красивые коттеджи такие. Ну, они еще были построены, наверное, в 90-е годы. Потому что, ну, видно, что, во-первых, Один проект похожий. Пальмы красивые. Посмотрите, банановые. Туи тут. Ну, различные пальмы. Не только банановые. Значит, с этой стороны тоже там какая-то зелень. Но воняет здесь. Здесь получается вот эта ложбина. С правой стороны сливой возвышенности воняет. Канализацией. Мушмула, посмотрите, у нас уже отсела. Да, уже маленькие. Смотрите, эти плоды мушмулы видно, да? Размером с горошину вот мушмула. Так что, вот сейчас я ее очищу. Ну, только что меня видели с другим соногатом. А вот у меня. А, теперь вот ты над рукой, да? Подарок. От бабушки. Да. Вот так вот все тут выглядит. Мы поднимаемся наверх к санаторию Октябрьский. Ветер такой начал подниматься. Чем выше мы идем, тем уже прохладно. То есть внизу возле моря вообще ветра не было. Любят у нас в Сочи отделку делать домов дагестанским камнем. Там вот такой шлифованный. Здесь внизу более такой, как натуральный. Если дальше прямо идти, то как раз можно упереться в мазьки лесопарк. Ну, что, по петарде? Ну, да, давай. Петарды с нового года остались. Только все не бросай одну брус. У тебя газ кончился. Бросай. Устроил. Вот мы проходим мимо санатория Октябрьский. Как раз, получается, мы в правую сторону уходили на этот пляж Санта-Барбара. А если идти от санатория Октябрьский в левую сторону, то мы попадаем в низину Мамайки как раз. В самый низ, где река Псахи. С этой стороны школа-интернат находится. Там есть футбольное поле. Владик ходил как-то туда, футболом занимался. И вон там еще. И туда тоже ходил. Но туда вот взрослых никого не пускают. То есть ребята там, кто проводили футбол, они арендовали у них помещение и футбольную площадку. Но взрослых туда никого не пускают. Взрослые все здесь обычно приезжают на машинах стоять, припарковаться негде. Это вот сейчас выходные, новогодние праздники, места есть. Обычно здесь вообще не встать абсолютно. То есть ты приезжаешь на машине и тыкаешься здесь, не можешь куда-то привстать, потому что все везде занято. С парковками, даже не в самом центре, везде, где бы вы ни были, везде с парковками проблема в Сочи. Это просто катастрофа, но потому что земля, естественно, стоит золота. Поэтому все свободные клочки чем-то застроены. А если не застроены, то загорожены заборами. А если не загорожены заборами, то просто там это недоступная местность, куда ни машине не притнешься, ни дом не построишь. Какой-нибудь склон или обрыв.